Из одного курорта сделать восемь. Ведущим архитекторам такие предложения не кажутся такими уж революционными. Подобные преобразования – требования времени, без которых сложно представить грамотное развитие всего города. Определяющим фактором стала протяженность курорта. Сейчас Сочи представляет из себя моноцентричную агломерацию, то есть в основном все необходимые объекты расположены в центре, что вынуждает и жителей, и гостей тратить на дорогу много времени. А это и неудобно, и дополнительная нагрузка на инфраструктуру и экологию. Предлагается сделать курорт полицентричным, разбив на восемь кластеров. Когда мы создаем кластеры курортов, мы находим законченный продукт под названием определенная специфика курорта. Кроме этого, мы определяем оптимальные ресурсы, связанные с инженерной и транспортной инфраструктурой, что очень важно. Кстати, маятниковые, вы сказали, поездки, я живу в одном месте, работаю в другом. Если мы полноценно создаем на территории каждого из курортов среду для услуги, курортные услуги, рекреационные услуги, туристические услуги, то всегда находится возможность найти местному населению занятость в этой курортной сфере. Детали обсуждали на заседании межведомственной рабочей группы, курирует которую Министерство регионального развития. По данным разработчиков проекта, сейчас в Сочи выделяются два урбанизированных района, а остальные требуют развития. Уравновесить предлагается в три этапа. Сначала в существующем железнодорожном коридоре сформировать инфраструктуру пляжного обслуживания и инженерных систем экологической безопасности. Затем на побережье оставить только линию легкого метро, а в горных зонах построить эстакады, тоннели, транспортно-пересадочные узлы. И заключительный этап – перенос авто и ЖД дорог от моря в горы и формирование там условий для активного развития сельских поселений. Параллельно предлагается создавать и линию морского сообщения между курортными кластерами. «Сочинская-Туапсинская агломерация – один из таких пилотных проектов, который, на наш взгляд, уже давным-давно созрел, и он требует определенных институциональных преобразований и в законодательстве, и в поддержке через программы или подпрограммы какие-то федеральные. Вот поэтому мы здесь». Коснулись на заседании обсуждения главного градостроительного документа. С докладом выступил глава курорта Анатолий Пахомов. Первый этап генплана уже реализован, но он был в основном посвящен олимпийской тематике. Сейчас уже речь идет о долгосрочном планировании. При этом специалисты подчеркивают, генплан – документ пластичный. Очевидно, что за 20-25 лет, на которые он рассчитан, придется не раз внести изменения. Но основные направления развития города определены четко. «Нам надо практически отказаться от жилищного строительства в центре и на берегу. Вообще отказаться от этого. Нам надо сегодня, по сути дела, смотреть новые территории для строительства коттеджей, для малообеспеченных семей, для многодетных семей. То есть сегодня новые задачи, которые возникли, их необходимо решать. Вот для этого, я думаю, мы участвуем в этом проекте». Вообще, федеральная программа социально-экономического развития агломерации для нашей страны – пилотный проект. Участвовали 17 городов, но три заявки были отправлены на доработку. Решение о вхождении Сочи приняли около месяца назад. В первую очередь, эта программа должна помочь городу не остановиться в развитии. Кроме того, Олимпийская столица по-прежнему останется инвестиционно привлекательной, ведь столько всего еще только предстоит реализовать. Но и курортная составляющая от подобных перемен только выиграет. Турист, понимая, какой именно вид отдыха ему нужен, сможет сразу выбрать район размещения, каждый из которых будет практически автономным. Это позволит наслаждаться отпуском, не тратя время на длительные переезды.